Официальные партнеры программы, сеть магазинов и гипермаркетов «Всё для дома», группа компаний «Янт». Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем с вами ждать настоящего летнего тепла. И, кажется, оно приходит. Кстати, не только мы ждем это тепло, но и те растения, которые выращиваются на наших участках. Но хочу заметить, что такая погода с прохладными ночами, она является идеальной для приживания рассадных культур. Поэтому в ближайшие субботы и воскресенье я предлагаю использовать именно для этого. Так что сажаем абсолютно всю рассаду, абсолютно всех культур. Но одновременно сегодня поговорим и о других мероприятиях. В саду наступила замечательная пора в нашем регионе – пора цветения яблони. Но мы с вами традиционно выращиваем полукультурки, ранетки. Кое-кто выращивает стелющиеся формы яблони. Ну, аромат незабываемый, настоящий, яблочный. В этом году обильно цветет и дикая сибирская яблоня на территории нашего региона, потому что были осадки. Ну, в общем-то, конечно, это радует. Хочу сразу на примере этого дерева показать и рассказать о прививках. Дело в том, что здесь был дичок в свое время, и я на двух скелетных ветвях привил два разных сорта. Они отличаются. Вот это сорт – малинка. Значит, ветви растут вверх. Так, перимедальная крона у него. На нашем другом участке тоже перимедальная крона. А это другой сорт – добровинка, раскидистая крона. Даже по ветвям видно, что это разные сорта. Соответственные плоды тоже будут разные. Ну, у вас может возникнуть вопрос, а сколько сортов можно привить на одну яблоню, на ту же дикую, сибирскую. В общем-то, все зависит от количества скелетных ветвей. То есть, тех ветвей, которые отходят от штамба. Ну, в данном случае их было две, поэтому прибил два сорта. Можно, говорят, и до пяти. На одном дереве привить. Но все-таки это некое насилие над природой, поэтому яблоня, одна сортовая или одно сортовое дерево, оно в наших условиях может активно подоносить до 25-летнего возраста при соответствующем уходе. А когда мы на это дерево, на этот дичок насадим несколько, или, точнее, привьем несколько сортов, то продолжительность жизни уменьшится. Ну, так что выбор за вами. Но вообще интересно, когда на одном дереве все-таки два сорта уже интересно. А если будет 3-4, еще, наверное, более интересно будет. И по поводу цветения. Ну, мы видим, идет опыление. Значит, никаких препаратов мы сейчас, естественно, применять не можем. Готовим опрыскатель, готовим хороший препарат эффективный против гусениц, яблонной моли, листоверки и яблонной подожорки. Значит, ну, один из таких препаратов – это искра золотая. Хотя аналогов – это искра. Сейчас продажи достаточно много. Но во время цветения, конечно, в зависимости от осадки, нужно обязательно полить. И еще один момент, на который я хотел обратить ваше внимание, уважаемые садоводы, – это что мы можем выращивать в пресвольных кругах. Ну, вообще, пресвольный круг может быть чистый. Ну, во-первых, мы можем получать выражение каких-то культур. В данном случае здесь выращивается дикий чеснок многолетний, китайский. А кто-то любит, чтобы в пресвольных кругах росли цветы. Например, лилии, какие-то другие цветочные культуры, дикорастущие. Поэтому я считаю, что много влаги, много питания они не отнимают. Так что мы получаем под деревом еще урожай чего-то. Или получаем удовольствие от цветущих растений. Обязательно обратим внимание в саду и на малину. Сейчас уже понятно, какие побеги перезимовали, какие нет. К сожалению, на нашем участке в этом году вымерзло больше, чем в прошлом году. Причина, я вижу, в том, что из-за холодной весны я поздно снял укрытие. Надо было бы снять все-таки раньше. И часть побегов просто выприла. Но, тем не менее, оставшихся побегов достаточно, чтобы получить хороший урожай. Кстати, ягоды будут крупнее. И, в принципе, я не думаю, что большие будут потери. Вот при таком способе выращивания малины, когда мы выращиваем траншеи в середине участка, а не к забору, я предлагаю все-таки установить специальные такие устройства. Как их назвать, я не знаю. Подпорки, наверное. Но вот через 50 сантиметров у меня протянута специальная проволока. И к ней я подвязываю побеги. Это очень важно, потому что, посмотрите, малина наклонилась в одну сторону. И не совсем это правильно. Вот с прошлого года у меня здесь проволока есть. Можно подвязывать шпагатом. Поэтому я беру вот такой побег. Конечно, не все побеги, а самые крупные. Мелкие побеги можно не привязывать. И прижимаю. Вот он зафиксировался. И в таком состоянии будет расти. Я думаю, это удобно и для растения, и для нас с вами в части ухода и сбора урожая. Поливать малина нужно как можно чаще. Конечно, в зависимости от погоды. Как минимум сейчас два раза в неделю, хотя она еще не плодоносит. Но она очень благолюбивая. Ну и повторно необходимо провести обработку против пурпуровой пятнистости. Вот эти трещины на коре показывают, что поражение определенное есть. Я уже говорил как-то, что первую обработку медсодержащим препаратом нужно было провести почти месяц назад. Где-то в мае там, в начале. То вторую обработку можно провести сейчас перед цветением. Это уменьшит распространение заболевания. Ну и вообще можно таким образом избавиться от него полностью. Ну а теперь поговорим о наших огородных делах. В прошедшую субботу и воскресенье я высадил томат. На нашу семью 50 корней вполне достаточно. На этом участке всего 6 корней. По два растения. Это гибридцанька, невысокий такой штамбовый. Это сорт женское счастье или женская радость. И, наконец, кунолейский. Ну так, немножко покушать, чтобы плоды не привозить с того участка. В настоящее время растения прижились, но пасынков еще не наблюдается. Тем не менее, нижние листья предлагаю уже сейчас удалить. Вот посмотрите, они желтеют, заболевают в конечном итоге. Ну, причем-то они растению уже как бы и не нужны. И даже мешают в определенной степени. Поскольку фотосинтез у них ослабленный, они питаются за счет верхних листьев. Ну и устанавливаем коле. Это очень важный момент. Есть штамбовые сорта томата, которые не требуют коле. В основном мы выращиваем с вами любительские сорта. Поэтому, значит, коле необходимы. Для высокорослых метр двадцать, где-то метр сорок. А для низкорослых, ну, достаточно колев и метровых. И подвязываем шпагатом. Шпагат подвязываем первый раз на высоте примерно двадцать сантиметров. Не перетягиваем. Когда мы слишком затягиваем узел, то при утолщении ствола он может, так сказать, перегнуться за счет шпагата, и растение сломается. Но пока все нормально. Никаких подкормок, ничего не проводим. Полив раз в неделю. Много влаги сейчас томату не нужно. Ну, а вот так выглядит чеснок посадки восьмого мая под нетканый округной материал. Вот на таких грядах, с деревянными бортами, в отличие от земли грядок, прогревание воздуха лучше идет, почва прогревается быстрее. И этот чеснок мы посадили позже, чем, допустим, на другом участке, а он уже перегнал, потому что быстро взошел и развивается нормально. Некое пожелтение говорит о том, что неравномерно поливаем. Просто на этом участке мы действительно реже бываем и реже поливаем. Ну, и осадки у нас шли довольно своеобразные. А так, в целом, он выглядит неплохо. И я думаю, что свою окраску он восстановит. Ну, и уборка, так сказать, уплотняющей культуры. Это редис, французский завтрак, очень скороспелый, сочный. Сейчас мы его берем, и чесноку он мешать не будет. Но уже повторно редис по чесноку сеять ни в коем случае не надо, поскольку растения уже потребуют большей освещенности. Ну, и самое главное, редису не будет хватать света. Еще одна гряда, которая, в общем-то, необходима на наших участках, это салатная грядка. Все взошло, шпинат, рукола, салат. Значит, здесь мы будем потреблять пищу, вот эту продукцию, ну, в ближайший месяц-полтора. Как только она освободится, повторно можно посеять. Так что зеленые или салатные культуры на участке, они обязательно должны быть. Мы уже с вами посадили раннюю капусту летнего потребления. И вот в эту субботу-воскресенье необходимо посадить капусту среднюю для квашения и для недлительного хранения. Такие гибриды есть. Вот один из лучших гибридов, который я, например, выращиваю уже лет 15, это голландский гибрид Краутман, который формирует кочаны до 8 килограммов. Рекордный кочан 8 килограмм 800 граммов. Капуста прекрасно квасится, значит, продукт получается хорошего качества. Ну, мы все с вами ушли от еще советских сортов слава по той причине, что эти сорта не выдерживают, значит, определенной температуры и растрескиваются в сентябре и теряют свои товарные качества. Вот в таком ящике у меня 16 растений рассады. Рассада хорошего качества, я считаю. Ящичек разборный, поэтому прежде чем посадить рассаду, конечно, мы ее проливаем, но и главное подготовить канавку. Как приготовить канавку? В прошлый раз я говорил на примере томата. Вопрос в том, сколько растений нужно разместить на квадратном метре или в этой канавке. Если бы это была ранняя капуста, я разместил бы три растения или краснокочанная капуста, например, премьера утора. Но листовой аппарат у Краутмана достаточно мощный, кто-то любит выращивать мегатон, у того еще более мощный листовой аппарат, поэтому здесь, в этой канавке, вполне достаточно двух растений. После того, как мы пролили, мы ящик разбираем и вот смотрим, что мы имеем на сегодня. Мы имеем прекрасную рассаду, вот корневая система в этом кубике. Перед тем, как скопать эту канавку, я внес пол ведра перегноя. Этого вполне достаточно на дно растения. При посадке ни в коем случае не закапываем верхнюю точку роста. Вот у этой рассады у нас пять листьев. Ну, два семидольных мы не считаем. Это нормально для капусты Краутман. Вот эта точка роста должна быть открыта. Если вы ее присыпите землей, то есть слишком заглубите, то у вас дальнейший рост капусты приостановится. Поэтому, уважаемые овощеводы, либо Краутман, либо Мегатон, либо другую капусту, которую выращивали, квашение, нужно посадить вот именно с такой густотой. Посадите слишком редко, кочаны будут крупные, их не очень-то удобно использовать для резки при квашении. Если посадите слишком густо, то будут кочаны мелкие. Поэтому у Краутман рекомендуется на два квадратных метра пять растений. То же самое у Мегатона. Лето подарков. В сети магазинов «Все для дома». Выиграй бассейны, качели, подвесные кресла. Более ста подарков. Информация об организаторе акции, ее правилах, сроках, призовом фонде, порядке получения в магазинах «Все для дома». Что скрывается под брендом «Янта»? Бескрайние поля. Современное производство и технологии. Труд тысяч людей и признание миллионов покупателей. Каждый день на вашем столе «Янта». «Янта» есть вкусно. Наконец пришло время завершить нам высадку или посадку рассадных культур за счет теплорюбивых культур. Это кабачок, тыква, арбуз и дыня. Говоря о кабачке и дыне, все-таки я предлагаю выращивать их в таких вот клетках, квадратных или круглых, с достаточной площадью. Хотя, например, кабачки, современные сорта гибриды, они имеют кустовую форму, но тем не менее они разрастаются. Поэтому на одно растение кабачка нужно как минимум полтора квадратных метра. На одно растение тыквы, тоже в зависимости от сорта, как она растет, с большим листовым аппаратом или с малым, площадь должна быть еще большей. В данном случае я приготовил вот три клетки для выращивания кабачка и один уже кабачок посадил. Говоря о сортах, чтобы плоды у вас хранились дольше, нужно выращивать цукини. Вот поэтому у меня здесь два цукини, цукини аэронавт и цукини сальвадор. Это оба, особенно сальвадор, это гибрид, достаточно урожайные сорта. И не такие ранние, конечно, как обычный кабачок, но именно с точки зрения вот зимнего использования они нам больше нужны. В каждую клетку внес по ведру перегноя, затем мы все это перекапываем штыковой лопатой. Потому что растения очень быстро растут, особенно в жаркую погоду, и требуют много воды, ну и питания тоже. Поэтому перегноя мы обязательно вносим. На песке выращивать, конечно, можно, и кабачок, и тыкву, но затем проводить необходимые подкормки. Само растение рассады вот было у меня перевалено в свое время из стаканчика емкостью 350 миллилитров, вот в такие горшки уже цветочные. Вот оно так прекрасно выглядит. Перед этим я его пролил, и сейчас должен посадить. Как у томата предлагаю перед посадкой немножко обработать или посыпать корневую систему просеянной древесной золой. Ну, а далее мы просто сажаем с помощью совка. Значит, таким образом уплотняем, разравниваем, и растение посажено. После этого, конечно, обязательно нужно прилить. Ну, в первый раз я по ведру использую, то есть по 10 литров. Дальше можно и меньше, поскольку растения еще маленькие, но когда они начнут водоносить, вот тогда мы уже будем полностью по ведру использовать воды. Точно таким же образом сажаем тыкву. Кроме кабачка и тыквы, мы с вами должны высадить в эту субботу-воскресенье и арбуз, и дыню. Но это, конечно, на любителя. Не все у нас в регионе выращивают арбуз и дыню. Не везде одинаковые условия. Конечно, это две культуры, очень требовательные к теплу, продолжительность элитационного периода, безморозного периода. Поэтому они лучше удаются в южных районах. В северных районах, в открытом грунте, я считаю, что смысла нет выращивать. Даже здесь, на этом участке, мы не каждый год получаем нормальный урожай арбуза. Но, тем не менее, мы часто рискуем, поэтому, ну, почему бы и не попробовать. У меня рассада уже выращена, два гибрида. Мне осталось их только посадить. Причем, для этого я сделал небольшую, такую высокую грядку. Здесь достаточно разместить всего четыре растения рассады. Ну, на арбуз в целом почти квадратный метр уходит. Должен заметить, что ночи прохладные. До 15 градусов температуры, если, поэтому арбуз в любом случае на ночь при высадке вот сюда, в эту гряду, закрывать нетканым криминальным материалом приходится. Как только становится температура, а это уже где-то к концу июня, свыше 15 градусов, то тогда уже укрытие не понадобится. Ну, и дальше будем рассчитывать на август. Там обязательно он должен быть жаркий, с теплыми ночами. Тогда мы получим урожай даже в открытом грунте. Аналогичная ситуация и по дыне. Одновременно с овощными культурами мы высаживаем с вами абсолютно всю рассаду цветочных культур. Ну, это и георгин, вот здесь у нас сидит. Кто-то не высадил еще розы, розы надо было давно высадить. Астры, цинии, значит, ну и все цветочные культуры, которые вы имеете у себя на участке, я имею в виду рассаду, или хотите приобрести на рынке. К счастью, выбор цветочной рассады в последние годы стал значительно лучше. И особенно вот в Аланды, я не знаю, как в других городах. Поэтому, чтобы не занимать окна цветочной рассады, можно просто ее потом приобрести. Иногда это бывает выгоднее. А так, выбор за вами. Георгин, повторяю, мы посадили. Можно выращивать, значит, вот на земляных грядах, а можно выращивать и в каких-то емкостях. Несколько вариантов я вам сейчас покажу. Очень часто в домашнем хозяйстве, значит, мы думаем, куда использовать, значит, испорченные какие-то кадушки, вышедшие из строя баки и так далее. Вот один из вариантов. Это старинная кадушка, сделана, по-моему, из березы, из ствола. Вот можно в нее разместить растение. Вниз обязательно кладем дренаж. Ну, как правило, это какие-то крупные камни. Затем накладываем плодородную почву. Каждый год мы... Вот здесь выращиваем разные растения, в данном случае сальвия. Я думаю, что она прекрасно будет украшать ваш участок. Еще один вариант – это банная катка. Но, к сожалению, она часто рассыхается. И я приспособил ее для выращивания цветочных культур. Перед этим установил на пенек. Вот каждый год, только меняя культуры, в принципе, неплохо получается. Еще один вариант – старинная дубовая бочка. Раньше в ней квасили капусту, но сейчас другая тара появилась, более легкая. Поэтому, чтобы не выбрасывать ее, приспособил под выращивание разных культур. Ну, я пробовал здесь выращивать арбуз и тыкву, ну, и цветочные культуры. В этом году посадил клубнику. Ну, посмотрим, какой будет результат. Наконец, мы можем использовать и металлические емкости. Вот этот бачок, нос гнило, я его выкинул, наполнил почечной смесью. И сейчас посажусь цветочной культурой, ну, фиалки. Также можно использовать и старые ванны, которые без дна. То есть, прежде чем выбросить с своего участка какую-то емкость, подумайте, а нельзя ли ее приспособить под выращивание различных культур, особенно декоративных. Мы с вами выращиваем не только однолетние цветочные культуры, но и декоративные. Вот как пример – крещевина. По классификациям науки растеневодства – это техническая культура. На наших участках она прекрасно смотрится, как декоративная культура. Вот в этой клумбе мы выращиваем клещевину, ежегодно добавляя перегной. Значит, уже, наверное, более 10 лет. Высота до полутора метров растения, очень красивые листья, красивые соцветия. Если лето жарко, то получаем семена. Если не очень, то используем семена прошлого года или покупаем. Клещевина я видел двух видов – с зелеными листьями, с красноватыми листьями. Поэтому, если вы не выращиваете рассаду, ее можно приобрести, она имеется в продаже. И одно растение, оно фактически вам заполняет всю клумбу. И, повторяю, очень красиво смотрится. Если вы разместите его не на солнечном месте, то оно увеличивается в росте до двух с половиной метров. Ну, а теперь обратим внимание на наш второй хлеб – на картофель. Вот здесь своего рода эксперимент. Во-первых, выращивание картофеля не на земле, значит, обычных напашней, а на грядах. За счет прогревания всходы появляются быстрее. Второй момент – здесь было укрыто нетканым клювным материалом. Вот эта гряда под каркасом. А вот эта не была. Но мы видим, что растения, конечно, они разные по мощности, но, тем не менее, вот самые мощные уже высотой 10 сантиметров. Здесь был нетканый клювной материал, который я убрал недавно. Здесь его не было, всходы только-только появляются. Поэтому, если вы хотите получить ранний картофель, то, я думаю, нетканый клювной материал можно использовать. Вот при выращивании не только на грядах, но и даже какую-то часть плантации, накрытия, значит, прижать к земле, этот нетканый клювной материал исхода появится быстрее, потому что почва прогревается также быстрее. Но впоследствии мы его убираем. Но при этом очень важно, чтобы для получения раннего картофеля в июле, в середине июля, чтобы сорт был ранний. Здесь у меня сорт Розара. Это один из лучших таких ранних сортов в нашем регионе. Продолжая, уважаемые телезрители, знакомить вас с новинками сезона, сегодня я хотел бы обратить внимание на цветочную тему, а точнее на горшочную тему для цветов. В последнее время такое разнообразие этих горшков, различных емкостей для комнатных растений, для некомнатных растений, появилось в продаже, что глаз радует. Вот в качестве новинки хочу показать, во-первых, вот такие горшки уже с двойным дном, продумано здесь все, то есть можно, наверное, никакой керамзит или перлит не класть на дно, то есть дренаж, при этом они разноцветные. Почему бы не использовать? Здесь предусмотрены даже отверстия для слива лишней воды с корневой системы. Очень красиво будет смотреться на участке. Мне кажется, потом можно переносить некоторые растения и в комнатные условия. Вот к стенке какой-то можно с помощью кронштейнов вот такой короб цветочный приделать и тоже посадить растения цветочные более крупного размера, соответствующие кронштейнами. Внизу есть специальное дно, которое убирает, можно сливать воду. Поэтому все сделано для того, чтобы растения себя чувствовали хорошо. Но самое удивительное, это декоративные емкости. Вот два башмака, ну, конечно, крупные растения не посадишь, но фиалки, например, нютины глазки, там, виолы, да, ну, посадить можно. Проще, неоригинально, и украшать будет ваш участок. Ну, это украшение особое. Здесь у нас пчела, и емкость гораздо больше. Можно посадить более крупные растения. Так что выбор огромный, качество тоже, я думаю, разное. Но все, что касается нашего официального партнера основного, все для дома, там продаются качественные изделия для выращивания, значит, цветочных культур, как, впрочем, и другие товары. Поэтому прошу посетителей магазина, и в субботу и воскресенье, если вы даже не вырастили какую-то цветочную рассаду, ее можно привезти на рынках наших городов и поселков и посадить. Время не затягивайте. Итак, уважаемые телезрители, в ближайшие выходные наступила горячая пора, высадки, рассадный культур. Напоминаю, если вы что-то не вырастили сами, то выбор богатый, значит, рассады. Поэтому приобретите и посадите. Я считаю, что на каждом участке должно быть огромное разнообразие культур, включая и цветочных, и декоративных. Ну, а в отношении качества рассады, конечно, обратите внимание при покупке, чтобы рассада была укорененная, в индивидуальных горшочках, средняя хотя бы развитая, желательно для цветов, чтобы она была цветущая. Если о томате, то это должно быть цветение первой кисти. Я думаю, что с этим проблем у нас нет. И обязательно рассада должна быть сортовой. Ну и на фоне этой цветущей рябины, которая, я тоже считаю, должна украшать наши участки, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Как всегда, желаю высокого и качественного рожая во всех делах. Лето подарков. В сети магазинов «Всё для дома». Выиграй бассейны, качели, подвесные кресла. Более 100 подарков. Информация об организации акции, её правилах, сроках, призовом фонде, порядке получения в магазинах «Всё для дома». Янта вкусно и полезно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова